Сегодня у нас девятый раздел Торы, который называется Ваешев. Ваешев, что значит и поселился. Этот раздел включает в себя четыре главы из Писания с 37 по 40 включительно. Ну и здесь следующее событие. Сны Иосифа, ненависть братьев, продажа Иосифа в Египет, некоторые события жизни Иуды. Иосиф в доме начальника телохранителей фараона Патифара, потом попадает безвинно в тюрьму и толкование основ Виночерпу и Хлебодара фараона. И я предлагаю посмотреть первые три стиха 37 главы. То есть самое начало, потому что оно вводит нас, как бы дает нам такой пролог тому, что будет происходить впоследствии. Итак, Бытие 37.1. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской. Иосиф в 17 лет паскот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Вала и сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. В общем, вот это, знаете, вот какие-то такие бытовые моменты, но если в них вдуматься, здесь сразу видно, почему все дальше пошло так, а оно не пошло иначе. Потому что, значит, папочка Иаков, 110 лет ему в этот момент, ему было, это легко посчитать, вот, значит, жил, ну, поселился, значит, на этом месте, и идет, идет просто жизнь. Вот, и сыновья пасут скот, сыновья, ну, и мы обычно думаем, что, знаете, в это время там вот по фильмам, они такие бородатые, такие, знаете, вот такие мужчины солидные. На самом деле, друзья, им было от 17, это кроме Вениамина, ему там меньше было, ну, участники от 17 до 23-24 лет, молодые ребята, понимаете? И поэтому, когда, ну, с бородатами, возможно, вот, и занимались они тем, чем положено заниматься молодым людям. Не то, что положено, могут заниматься молодые и не всегда воспитанные люди, дети, ну, вернее, юноши, так вот скажем, да, то есть бедокурили. А Иосиф, он приходил к папе, он был любимый, хороший сын, в разноцветных одеждах, да, приходил к папе и говорил ему, папа, ты знаешь, там, Дан с Нефалимом, они пошли туда, сделали тот. Да, да, так оно и было. А Рувим, да, папа, это то, что ты подумал. Вот так он и сделал. Короче, он приходил, ну, конечно, друзья, его братья, они его не любили, потому что он эти вещи делал, ну, и плюс в разноцветных одеждах ходил, а потом, когда он рассказал про эти сны, ну, вообще, это был уже полный, в общем, как говорится, уже они его возненавидели, как говорится, до последней степени. Помним, да, это молодые люди с такими живыми этими чувствами, да, такими максималисты, они уже, если любили, то любили, уже если ненавидели, то ненавидели, вот, так что все по полной, вот, и вот это вот все произошло, вот. Ну, несмотря, вы знаете, вот, несмотря на то, что здесь Иосиф тоже, так скажем, показывал себя в чем-то, ну, не каждый же докладывает папе, да, о своих братьях, обычно же это считается, ну, неправильно, да, он, тем не менее, докладывал, да, ну, плюс потом еще так можно представить, что с определенной гордостью рассказал о том, что как ваши снопы поклонятся там мне, потом ваши звезды и луна, и солнце поклонятся мне там и так далее, вот. Ну, видно было, что есть, как говорится, определенные такие штришки в характере, с которыми надо работать, вот. И как бы мы видим, что все, что с ним произошло, оно произошло, ну, не просто, оно не случайно произошло. Бог это не организовывал, он не давал, да, он дал сон, но он не давал команды рассказать этот сон, да, там, и потом с каким-то чувством, значит, и Бог не посылал его докладывать о братьях, вот, значит, но вот то, что произошло, оно произошло, то есть люди, участие людей, да, оно привело к этому, но Бог, мы впоследствии видим, Он особенным образом во всем этом деле участвовал, вот. И я должен сказать, ну, здесь, знаете, я не столько останавливаюсь на положительных чертах характера, значит, Иосифа, потому что, ну, он реально был классный, классный молодой человек. Папа не зря его любил все-таки, он не зря ему сделал разноцветные одежды, потому что мы видим в дальнейшем, да, вот как он вел себя у Патифара, как вел себя в тюрьме, значит, он был человек, он был молодым человеком, первое, знающим Бога, имеющим большой страх Божий, вот, и почитающим заповеди Божьи. Вот, когда, ну, вы помните случай с женой Патифара, вот. Поэтому можно предположить, что Иосиф любил его именно за то, что он видел в нем продолжателя вот этой линии Авраам, Исхак, ну, Иаков, да, он видел, и он ценил это очень. Вот, хотя написано, что он был сыном старости, но Вениамин был, он был еще младше, можно было Вениамина, скажем так, любить, но нет, он любил все-таки Иосифа, потому что он видел в нем продолжение тех благословений, которые Господь высвободил в эту семью. И, знаете, вопрос, может возникнуть вопрос, почему Господь дал такие особые откровения молодому человеку и так рано? Ну, можно было подождать немножко, там, лет до 30, там, да, наберется знаний каких-то, пониманий отношений с людьми, ну, да-да-да, и тогда все без всяких проблем, оно бы все случилось, ну, скажем так, без таких потрясений. Было бы более, как бы, для него без такой боли, да, жизненной боли. Но, если мы смотрим дальше, мы видим, что Господь, он планировал вывести, поставить, вернее, Иосифа на определенные высоты, да, то есть использовать его в своих планах во главе, ну, можно сказать, что во главе премьер-министра Египта. Вот, и его надо было подготовить. Ну, вот представьте себе, вот, допустим, Иосиф, да, вот если его не подготовить к этому, и вот эта небольшая, скажем, такая юношеская гордость, да, такого тщеславия и так далее, и вот, скажем так, и вот он попадает на эту позицию, да, и потом, ну, вернее, все с ним происходит, вот, значит, и он попадает на позицию премьер-министра Египта, да, но вот это вот все в нем возрастает. Ну, вместе тут вот такой легкий юношеский негативщик, и там уже к этому времени он был бы уже весьма, и когда братья пришли бы, он бы, о, братья сказал бы, вы попали вовремя и пришли, я бы с вами, я сейчас с вами буду разберусь. Но все было не так, да, и Иосиф, он прошел через эти и рабские тюремные университеты, он, наверное, размышлял долго, почему он туда попал, наверное, он думал, да не стоило мне-то с братьями так себя вести, да, да не надо было мне вот эти одежды здесь, зачем оно мне надо было, короче, он много, много он думал, да, вот, много переживал, и поэтому, когда они пришли уже впоследствии, да, он говорит, меня Бог сюда послал, он понял что-то, он что-то понял. И вы знаете, что меня особенно впечатлило при подготовке? Вот смотрите, давайте мы почитаем Бытие 39.2, сейчас выведу, и был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего, египтянина. Это про то, что в это время Иосиф был в рабстве, он был успешен в рабстве, ну, поняли, да? В рабстве он был успешен. Та же 39.2.1.22. И взял Иосифа господина его и отдал его в темницу, где заключены были узники царя, и был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и просер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И вы знаете, ну, то есть, он был с ним, он даровал ему милость, то есть, все было классно, но в тюрьме. И вот хочется спросить у небесного отца, да? Вот, а такое действительно может быть? То есть, я в рабстве, да? Обстоятельств, долгов и так далее. Ну, я перевожу сразу на себя, да? А, ты со мной? Это действительно так? А может быть, можно как-то по-другому? Ну, по-нашему, знаете? Так вот, орешки, этот, в этом, в такой сладости, как она там называется? А? Ну, карамели, да? То есть, орешки в карамели, сверху толстый-толстый слой шоколада. Вот это по-нашему, вот это нормально. Ну, что, нельзя вот как-то вот так вот, чтобы... Ну, так, как мы любим, короче говоря. Друзья, но Писание говорит о том, что нельзя. Нельзя. Вы знаете, и притом нельзя, ну, буквально с каждым человеком, потому что написано на сердце, какое у человека вообще? У всех. Там все заключены в это слово. Лукаво оно, испорчено. Понимаете, даже такие прекрасные люди, вот как Иосиф, да, все равно было что-то, с чем надо было работать. Друзья, и мы же вспоминаем, что в это время Бог работал не только с Иосифом, готовил его к той позиции, да? Он работал в это время и с братьями его, потому что братья, они приходили к папе, а папа там весь был в горе. Он реально, мы потом последствия видим, он был, ну, когда он узнал об офисе, о Иосифе, там написано, он ожил духом, да, ожил. То есть он был в глубокой, глубочайшей депрессии 20 лет. Друзья, 20 лет он был в депрессии, и они видели его, и они понимали, что с папой происходит, и они понимали, кто виноват, и они жили в этом. И что-то делалось с их сердцами. И когда они уже встретились с Иосифом, это были другие люди, мы же помним, да, они уже понимают, что они натворили в жизни, к чему это привело, они готовы были рисковать собой и так далее, потому что Бог работал с ними. И даже вот эта вот небольшая история с Иудой, о том, что он ушел, там, это, короче, женился на Ханьянке, ушел, она тоже вписывается в эту концепцию, вот, потому что Иуда, скорее всего, он, наверное, обиделся на братьев, посчитал себя, что я же, типа, не хотел, чтобы его там убили там и так далее, да. Вот, ребята, вы какие-то сильно такие, я так, это, это мое комментарие, я так думаю, что так оно и было, потому что написано, он отошел от братьев. Отошел, наверное, посчитал себя лучше, чем они. Но вот этот случай с его невесткой, да, он показал, не-не-не, Иуда, ты такой же, как и твои братья. И поэтому мы уже видим Иуду, уже, когда в ситуации с Иосифом в дальнейшем, мы видим его с братьями вместе, да, он так и вернулся, понял, что, говорится, он тоже, как говорится, не такой белый и пушистый, так же, как его братья. И, друзья, знаете, чем я хочу завершить? Ханука, да, праздник чистоты, святости, вот. Вот, и мы не должны забывать, что мы тоже сосуды Божьи. Аминь. Друзья, нам надо очищаться, нам надо очищать, и Бог работает с нами. И вы знаете, благая весть в том, что в какой бы ситуации вы ни находились, вот, в тюрьме обстоятельств, в рабстве долгов, Бог с вами, Бог с вами. Но, вы же знаете, в Писании всегда есть маленькое но, да, надо быть, как Иосиф, надо быть, когда вот его приглашали к греху, он говорит, нет, я не буду, я помню, кто мы, даже в этих условиях, даже в этих обстоятельствах я буду верен Богу. Вот тогда, тогда с вами будет выход обязательно, Господь, по-настоящему. Вы пройдете это, да, произойдет то, что в нашей жизни, то, что должно произойти. У меня тоже было такое, знаете, я Бога много просил, там, очень просил у Бога. Вот, говорю, Боже, да, я такой буду классный, я, в общем, столько буду для тебя делать, но он не дал. Вот, значит, вот. Я потом сказал, Боже, спасибо, что ты мне не дал, потому что я так благодарен, потому что если бы ты мне дал, я был бы уже не знаю где. Ну, возможно, я что-то с тобой бы уже и не был. Ты начинаешь, по прошествии ты начинаешь понимать. И знаете, друзья, если вы, у меня тоже еще есть одна маленькая благая такая весть до вас, если вы не планируете быть премьером, там, Египта, Украины, там, или, там, президентом и так далее, то, возможно, вам не придется, как Иосифу, сидеть в тюрьме, там, и так далее, да. Вот, или пасти 40 лет, пасти этих овец, как пас маше, да, вот. Ну, то есть, если ваши амбиции, возможно, вам меньше придется, да, поэтому благая весть в том, что это ненадолго, то, что с вами происходит. Если будете верны Богу, всегда у Бога есть выход. Почему? И что сказал? Я есть им дверь, но вы войдете, выйдете и пажить найдете, вот. И Господь, Он любит нас в любой ситуации, Он с нами, вот. И будьте благословенны, и Шаббат Шалом, и Ханука Самея.